Мой депутатский запрос направляется премьер-министру Республики Казахстан. Уважаемый Алихан Асханович, глава государства Касымжимарт Кемелич-Такаев отмечает необходимость эффективного управления водными ресурсами, включая использование трансграничных рек. Целесообразность системного подхода в обеспечении комплексного потребления, безопасности и экологического баланса при использовании водного потенциала реки Иртыш является стратегически важным аспектом для различных отраслей экономики страны. Гидроэнергетический потенциал реки Иртыш используется каскадом ГЭС, куда входят Бухтарминская, Ускаменогорская и Шульбинская гидроэлектростанции. Водохранилище Бухтарминского гидроузла оказывает влияние на уровневый режим Иртыша на участке длиной порядка полутора тысяч километров. Единая система Иртышского каскада обеспечивает работу водозаборных сооружений городов Ускаменогорск, Семей, Курчатов, Павлодар, канал имени Сатпаева, являясь главным источником водоснабжения для более чем 4 миллионов человек. Процесс деятельности энергосистем, вопросы регулирования расходов воды при функционировании гидротехнических сооружений должны четко регламентироваться нормативно-правовыми актами, правилами эксплуатации водохранилища, каскада водохранилищ и требованиями. При этом с 2019 года в Казахстане отсутствует единый правовой алгоритм действий субъектов, эксплуатирующих стратегические объекты ГЭС, обусловленные спецификой функционирования каскада. Режим использования водных ресурсов реки Иртыш с учетом взаимосвязанности и взаимообусловленности каскада трех водохранилищ не регламентирован. Разрозненно гидростанции не обладает информацией, необходимой для составления прогноза расходов в каскаде как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективах. Не учтена специфика деятельности ГЭС, работа которых затрагивает интересы смежных отраслей экономики. Отсутствие НПА, регламентирующих вышеуказанные аспекты деятельности каскада Иртышских ГЭС, может вызвать глубокие экологические последствия и чрезвычайные ситуации в паводковый период и в период маловодия. За последние семь лет объем Бухтарминского водохранилища снизился с 45 до 38 кубокилометров. За один сезон на испарение акватории Бухтарминского водохранилища уходит объем практически равный Шульбинскому. В текущем году вода отошла от берегов на 50-70 метров, что свидетельствует об рекордно низком уровне воды, который не наблюдался с 2012 года. Отсутствие своевременного прогнозирования абразионных разрешений берегов и потерь земли по контуру каскада водохранилищ не позволяет определить интенсивность воздействия на береговую линию, что приводит к деградации земель в прибрежных зонах. Недостаточный контроль за безопасностью паводкового водосброса на станциях каскада ГЭС в период таяния дождевых паводков может привести к возникновению угрозы затопления населенных пунктов. При этом в зоне избыточного увлажнения подтопление влечет за собой негативные последствия, приводящие к заболачиванию земель и уничтожению свойственных им экосистем. В связи с вышеизложенным, уважаемый Алихан Асханович, учитывая, что действие нормативных документов затрагивает интересы нескольких смежных отраслей, таких как водное и сельское хозяйство, отрасли энергетики и жилищно-коммунальной сферы, а также экологические аспекты деятельности. Необходимо, первое, разработать правовую систему регулирования безопасности гидротехнических сооружений Верхне-Иртышского каскада водохранилищ с учетом порядка взаимоотношений водопользователей реки Иртыш, а также экологической безопасности существующих ГЭС и повышения их энергоэффективности. Второе, принять действенные меры по реализации ряда программных документов, в частности, на реализацию национального проекта «Зеленый Казахстан» в части снижения необоснованных потерь пресной воды за счет испарения и фильтрации по истощению водных ресурсов с водохранилища Бухтарминской ГЭС. Третье, на основании научных исследований по оценке ресурсов поверхностных вод необходимо уточнить прогноз безвозвратных отъемов части стока реки Черный Иртыш, рассмотреть возможность изменения водно-энергетических характеристик Верхне-Иртышского каскада ГЭС с целью повышения его энергоэффективности, разработать новые лимиты водопользования с учетом изменения климата и антропогенных нагрузок. С уважением, депутат Сената Булавкина.